В эфире радио Пушкина Здравствуйте дорогие друзья в студии Пушкинского радио с новостями Сергей Богатнов В этом выпуске 10 пушкинских семей и трое детей-сирот получили ключи от новых квартир В городе Пушкина прошел предзимний смотр коммунальной техники Министр транспорта Подмосковья, главы Пушкинского района и Ивантеевки продолжают искать решение транспортной проблемы в Ивантеевке Возле Пушкинской детской поликлиники установили новую детскую площадку Далее подробности Глава Пушкинского района Сергей Гребениченко вместе с депутатом МОСУ Былдумы Ириной Слуцкой Вручил ключи от новых квартир переселенцам из аварийного жилья и детям-сиротам В рамках программы по расселению аварийного фонда 10 семей в ближайшее время переедут в новые одно-, двух- и трехкомнатные квартиры в новостройке на улице 50 лет Комсомола в Пушкино Еще трое несовершеннолетних жителей нашего района получили ключи от однокомнатных квартир в поселке Зеленоградском Право на отдельное жилье предоставлено им законодательством о дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот В городе Пушкино прошел предзимний смотр техники аварийно-ремонтных подразделений В нем принял участие специализированный автопарк, ресурсоснабжающих организаций нашего района, пушгорхоза и объединенной дирекции ЖКХ На площадке у Дворца спорта Пушкина комиссии и журналистам представили весь арсенал по ликвидации последствий снегопадов Как средства малой механизации, так и традиционную коммунальную технику Все организации, участники смотра утверждают, что техника исправна, необходимые запчасти, комплектующие, топливо, а также реагенты закуплены в необходимом количестве В общем, коммунальщики уверены, что с зимними сюрпризами они справятся На прошлой неделе министр транспорта Подмосковья Игорь Тресков провел выездное совещание на Ивантеевском шоссе по вопросу выезда из города Ивантеевки Во встрече приняли участие жители, глава района Сергей Гребенеченко, глава Ивантеевки Елена Ковалева, представители дорожных служб Надо сказать, что за прошедшие две недели Мосавтодор принял некоторые меры, чтобы уменьшить пробки на выезде из Ивантеевки на Ярославское шоссе Сделана дополнительная полоса на Старой Ярославке, открыт дополнительный выезд на Ярославское шоссе через улицу Луговую, что разделило транспортные потоки из Пушкина и Ивантеевки Как отмечают жители, это сократило время выезда на федеральную трассу Продолжается обсуждение разных вариантов решения транспортной проблемы в Ивантеевке В том числе и возможность открытия одностороннего движения по улице Солнечной в лесных полянах Но, как отметил министр транспорта, окончательное решение по данному вопросу пока не принято Возле детской поликлиники города Пушкина на средства депутатов установили новую детскую площадку стоимостью 252 тысячи рублей Ранее с просьбой установить площадку в этом месте в городской совет обратился главврач Пушкинской районной больницы Однако бюджет на нынешний год давно сформирован и денежных средств не было Но когда закончились аукционы по контрактам, выяснилось, что у всех депутатов осталась та или иная денежная сумма По единогласному решению народные избранники объединили сэкономленные средства и приобрели детскую площадку Новая площадка стоимостью 252 тысячи, установленная возле детской поликлиники, состоит из шести элементов Примечательно, что на ней нет песочницы Ее не поставили по гигиеническим соображениям, заменив на столик и лавочки Вы слушали новости Пушкинского радио С вами Пушкинское радио, я продолжаю программу Анонс прямого эфира 26 октября, в ближайший четверг, мы проводим прямой эфир Гостями студии будут Начальник управления социальной защиты населения Ольга Евгеньевна Железова И директор Пушкинского комплексного центра социального обслуживания населения Татьяна Алексеевна Перемиловская Вопросы, которые мы будем обсуждать Для чего создан единый выплатной центр Министерства соцразвития Московской области И как теперь льготники могут получать выплаты в рамках социальной поддержки Какие услуги предоставляет Пушкинский комплексный центр социального обслуживания В чем заключается реабилитация детей с ограниченными возможностями, которые занимается упомянутый мною центр Как организовано обслуживание пожилых людей, в том числе на дому В ходе беседы Ольга Железова и Татьяна Перемиловская будут отвечать на вопросы слушателей Если у вас есть вопросы по названной тематике, звоните на радио Наш телефон 539 05 16 539 05 16 Звоните и заранее, и во время самого эфира Также можно прислать вопросы на электронную почту pushradiosobakamail.ru Напомню, что наши программы можно слушать по проводной сети и на эфирной частоте 70,61 МГц В понедельник, вторник, четверг и пятницу в 18.10 Наши новости можно слышать по сети стрит-радио на привокзальной площади города Пушкина Наши программы идут на телеканале Ивантеевка 24 ежедневно в 8.30 утром и в 17.30 Программа наша размещается на сайтах www.ivanteevka.tv, www.bibliopushkin.ru Есть наши материалы и в мобильном приложении Мое Пушкино И записи прямых эфиров мы традиционно размещаем на интернет-портале pushkin.tv Повторю, прямой эфир с руководством Пушкинского управления социальной защиты Пройдет 26 октября в четверг Начало в 18.10 Включайте приемники в это время и слушайте прямой эфир по вопросам соцзащиты Уважаемые слушатели, если вы в скором времени собираетесь выходить на пенсию И думаете, как правильно это все оформить То следующая информация именно для вас Пушкинское управление пенсионного фонда Поделилось с нами полезными сведениями о том, как подготовиться к будущей пенсии Во-первых, страховая пенсия по старости назначается только при соблюдении одновременно нескольких условий Это достижение пенсионного возраста 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин Это наличие минимального страхового стажа Который в нынешнем году составляет 8 лет А в 2018 году будет 9 лет Еще одно условие это наличие минимальной суммы индивидуальных пенсионных коэффициентов Или их еще называют баллы В 2017 году эта сумма составляет 11,4 балла В следующем году будет 13,8 балла Все ваши пенсионные права То есть данные о стаже, заработке, количестве пенсионных баллов, нестраховых периодов и так далее Можно проверить на официальном сайте Пенсионного фонда России Пфрф.ру Проверить можно с помощью сервиса Личный кабинет застрахованного лица Основным документом для подтверждения страхового стажа До даты регистрации в системе обязательного пенсионного страхования Остается трудовая книжка установленного образца Записи в трудовой книжке должны быть оформлены в соответствии с требованиями законов Действовавших на день их внесения в трудовую книжку Вам нужно внимательно посмотреть Нет ли в трудовой книжке помарок, подчисток Хорошо ли читаются записи, в том числе в печатях при увольнении Имеется ли отметка об изменении фамилии, если она менялась Заверена ли печатью всякие исправления Все записи в трудовой книжке должны быть занесены С обязательным указанием на именование организации Периода работы в этой организации и основания их внесения Если в вашей трудовой книжке нет записей о каких-либо периодах работы Или в ней есть неправильные, неточные или неполные сведения В подтверждение принимаются письменные трудовые договоры Выписки из приказов, лицевые счета в ведомостях на выдачу заработной платы Ну и другие документы Обратиться за назначением пенсии со всеми документами Нужно в управление пенсионного фонда заранее Для того, чтобы специалисты проявили оценку этих ваших документов Вас ждут в Пушкинском управлении пенсионного фонда ежедневно с понедельника по пятницу С 8.30 до 17 часов по адресу Пушкина, улица Боголюбская, дом 1, кабинет 117 Записаться на прием можно также через сайт Пенсионного фонда России Ну и телефон для справок, по которому вас прокомментируют Телефон следующий Номер местный 580-75-39 Нашу программу продолжит Криминальная хроника С ней вас познакомит Ольга Солуянова, руководитель пресс-службы управления МВД Пушкинская За прошедшую неделю на территории обслуживания межмуниципального управления МВД России Пушкинская Зарегистрировано 29 сообщений о преступлениях, из них раскрыто 22 В том числе 1 грабеж, 7 фактов кражи, 2 факта умышленного причинения легкого вреда здоровью, 2 факта побоев, 4 факта незаконного хранения и сбыта наркотических средств 16 октября в дежурную часть Клязьминского отдела полиции поступило сообщение от местной жительницы о том, что неизвестный похитил велосипед отечественного производства из ее домовладения, расположенного на спортивном проезде микрорайона Мамонтовка Сумма ущерба составила 12 тысяч рублей В результате проведенных оперативно-рыскных мероприятий полицейскими по подозрению в совершении преступления был установлен и задержан уроженец ближнего зарубежья По данному факту возбуждено уголовное дело 17 октября в дежурную часть Софринского отделения полиции поступило сообщение от местного жителя о том, что неизвестный похитил велосипед иностранного производства с лестничной площадки одного из домов, расположенного в поселке Ашукино Сумма ущерба составила 5 тысяч рублей В ходе проведенных мероприятий участковыми был установлен и задержан местный житель В результате следственных действий была установлена причастность задержанного в совершении аналогичного преступления Общая сумма похищенного составила 10 тысяч рублей По данному факту возбуждено уголовное дело 19 октября в дежурную часть Софринского отделения полиции поступило сообщение от местной жительницы о том, что неизвестный похитил телевизор иностранного производства из ее квартиры, расположенной в одном из домов на улице Тючева, поселка Софрино Сумма ущерба составила 25 тысяч рублей В ходе проведенных мероприятий участковыми и уполномоченными полицией по подозрению в совершении преступления был установлен и задержан 41-летний мужчина По данному факту возбуждено уголовное дело С криминальной хроникой вас познакомила Ольга Солуянова, руководитель пресс-службы управления МВД Пушкинская Программа Пушкинского радио продолжается Теперь поговорим о здоровье У нас в студии врач-терапевт Ивантеевского медицинского центра «Мой доктор» Яна Рябчикова И сегодня у нее тема, которая касается многих людей, особенно пожилых Слушаем внимательно Здравствуйте, дорогие радиослушатели Сегодня наша тема будет посвящена болезни Альцгеймера Мы с вами рассмотрим само понятие болезни, признаки, причины и стадии болезни Болезнь Альцгеймера – это один из видов деменции или приобретенного слабоумия Разрушение нервных клеток, ответственных за передачу импульсов между мозговыми структурами Вызывает необратимое ухудшение памяти Какие существуют признаки болезни Альцгеймера? Это ухудшение памяти Больной не усваивает новую информацию Ему сложно произвести сложение, вычитание Больной не узнает своего местонахождения Не способен назвать текущее время года День недели, месяц Часто больной теряет вещи, не помнит, где находятся нужные предметы Сложности при общении Человек не способен подобрать нужные слова Затем больной утрачивает интерес к когда-то любимому ему занятиям Происходит колебание настроения Больной полностью игнорирует необходимость чистить зубы, принимать ванну и совершать другие гигиенические процедуры Развитие симптомов, перечисленных выше, может занимать несколько лет Сначала больной и его окружение думают, что это просто усталость, возрастное ухудшение памяти В результате человек, у которого развивается болезнь Альцгеймера, становится не в состоянии обслуживать себя И его нельзя оставить без контроля на длительное время Какие же существуют причины болезни Альцгеймера? Это возраст старше 65 лет, принадлежность к женскому полу, частые стрессы, депрессия, наличие в анамнезе черепно-мозговых травм, Отсутствие полноценной интеллектуальной деятельности Низкий уровень образования Болезни сердечно-сосудистой и дыхательной системы, которые вызывают кислородную недостаточность Атеросклероз сосудов шеи и головы Наличие у пациента сахарного диабета Своевременное лечение и профилактика позволяют устранить факторы, подталкивающие организм к развитию болезни Альцгеймера Исследования показали, что разрушительные процессы протекают в головном мозге человека задолго до возникновения симптомов болезни Альцгеймера В среднем за 15 лет И именно этот фактор затрудняет раннюю диагностику болезни Существует несколько стадий болезни Альцгеймера Первая стадия – это нарушение памяти отсутствует Вторая стадия – ухудшение умственных процессов носит незначительный характер, тревожные сигналы видит только сам больной Третья стадия – человек не помнит местоположение вещей, ошибается с именами окружающих Четвертая стадия – больной путает имена родственников, не помнит события из своей жизни, не справляется с арифметическими расчетами Пятая стадия – больной забывает собственное место жительства, не определяет время года, день недели, дату, узнавание родных сохраняется Шестая стадия – больной не помнит имена родных и друзей, хоть и узнает их визуально Появляется нарушение сна, ночное бодрствование, дневной сон, недержание мочи Пациент уже не способен к самостоятельному проживанию, утрачивает навыки выбора одежды Появляется недоверчивость к окружающим, не исключаются и галлюцинации Седьмая стадия – больной не способен передвигаться, сидеть без помощи, утрачивает разговорные навыки, способность глотать еду Даже, возможно, отказ от приема пищи и воды – эта стадия самая тяжелая Дорогие радиослушатели, в следующий раз мы с вами разберем диагностику, профилактику и лечение болезни Альцгеймера В нашем медицинском центре «Мой доктор» работают прекрасные врачи, неврологи, которые обязательно вам помогут До новых встреч! У нашего микрофона была Яна Рябчикова, врач-терапевт Ивантеевского медицинского центра «Мой доктор» Новости Пушкинское радио продолжает знакомить вас с новостями Темы этого выпуска Мособл ЕРЦ провело в Пушкино очередную акцию «Черная метка» Пушкинский фонд местного развития помог отремонтировать крышу в школе номер 14 в Мамонтовке и кроллю в родильном доме ПРБ В Ивантеевском парке культуры завершаются работы по благоустройству, запланированные на этот год Теперь подробнее об этих событиях Пушкинское управление Мособл ЕРЦ провело очередную акцию «Черная метка» Суть акции – ограничить должникам предоставление коммунальных услуг Сотрудники Мособл ЕРЦ посетили неплательщиков, проживающих на Московском проспекте в домах 15, 36 и 41 дробь 12 Должников заранее уведомили о необходимости погасить долг и о дате предстоящего ограничения На момент проведения акции долг у некоторых граждан по коммуналке составлял более 180 тысяч рублей В пяти квартирах было ограничено энергоснабжение, то есть должникам попросту отключили электричество На лестничных площадках рядом с квартирами неплательщиков появились яркие стикеры с надписью «Отключен за неуплату» Мособл ЕРЦ намерена продолжать акции «Черная метка» Эта организация считает такой способ борьбы с должниками наиболее эффективным Пушкинский фонд местного развития при поддержке бизнес-сообщества помог отремонтировать крышу школы номер 14 в Мамонтовке, поврежденную еще майским ураганом И восстановить кровлю в родильном отделении районной больницы Что конкретно было сделано? На крыше родильного дома загерметизировали швы, установили обогрев водостока Также на чердаке поставили пластиковые окна с жалюзи и теперь там вентилируемый фасад Деньги на ремонт выделили гипермаркет «Глобус Пушкина» и Банк Возрождения Помощь потребовалась и школе номер 14 в Мамонтовке Здесь во время майского урагана сорвала часть мягкой кровли и крыша стала протекать Фонд местного развития обратился за помощью к компании «Пушкинский мясной двор» и там не отказали Общая сумма на восстановление крыши 14-й школы составила 72 тысячи рублей Глава Пушкинского района, осмотрев результаты работы в школе и в районной больнице Поблагодарил представителей бизнеса и фонд местного развития за помощь и за работу Новости Ивантеевки В городском парке культуры завершились работы, запланированные на этот год На 19 октября сделана укладка асфальта на всех пешеходных маршрутах Так, заасфальтированная дорожка от главной аллеи в сторону фабричного проезда Дорожка от нижнего разворотного круга до металлического моста А также первый отрезок новой тропы, которая пойдет вдоль Учи к фабричному проезду И замкнет дорожно-тропиночную сеть в этой части парка Еще в парке культуры частично установлены урны и скамейки, крепкие на чугунном каркасе Идет подсыпка черноземного грунта по краям всех аллей Также подготовлено место под детско-спортивную площадку Она расположена у выхода из парка на фабричный проезд Сейчас там идет монтаж самой площадки Вы слушали выпуск новостей Пушкинского радио Новости Пушкинское радио продолжает свою программу в студии Сергея Богатнова Как мы сообщали, 19 октября был избран новый глава города Пушкина И он же председатель Совета депутатов нашего города Депутаты избрали новым главой Елену Юрьевну Некрасову Она многим хорошо известна в нашем городе Она много лет избиралась депутатом от микрорайона Дзержинец Сразу после избрания Елена Юрьевна дала небольшое интервью о том Каковы же будут ее первые шаги в должности главы города Пушкина Слушаем Елену Некрасову Первые шаги, конечно же, рассмотрение бюджета Я сегодня это озвучила Потому что самый важный документ города Пушкина И планирование наших мероприятий Это основная задача Потому что реализация у нас с вами начнется на следующий год Хочу, чтобы вы пояснили нашим жителям Работа главы города Пушкина Это работа освобожденная То есть вы будете на зарплате здесь работать? Да, глава города Пушкина Он исполняет свои обязанности на постоянной основе Соответственно, есть кабинеты, рабочее место Но это, наверное, хорошо, потому что глава Это представитель Совета депутатов в народе Наших жителей И мы обязательно, как я сказала, будем вместе с Советом депутатов И я сама лично выходить к жителям И сегодня я на сегодняшний день это все уже делаю И будем искать пути решения всех вопросов, которые перед нами стоят Потому что наше население, они, несомненно, всем понимают В чем разница между главой Пушкинского муниципального района И между главой города Пушкина Но на сегодняшний день функция главы города Пушкина Она больше представительская функция И по уставу это так Но взаимодействие с администрацией Пушкинского муниципального района Мы обязательно будем Потому что исполнителем бюджета города Пушкина Является администрация Пушкинского муниципального района А контакт у нас с администрацией района налажен На сегодняшнем заседании Совета депутатов Позвучало пожелание к вам выезжать в наши отдаленные микрорайоны Там, где, ну, наша власть и районная, городская, может быть, не часто бывает Как вам это предложение? Ну, это предложение очень нравится И я, когда думала о том, как будет строиться моя работа Если меня выберут главой города Пушкина Запланировала выезды на территории То есть я не могу сказать сейчас, насколько часто это будет Может быть, на каждую территорию раз в неделю Мы разместим на сайте администрации график моих выездов И, конечно, территории надо выезжать Я сама лично была на публичных слушаниях Слышала мнение жителей о власти И хотелось бы на местах решать их вопросы Потому что негатива, конечно, много Вы видите, что в средствах массовой информации Различные информации нашему населению Подаются и в разном контексте И хочется, чтобы мы друг друга понимали И жили в благоустроенном, красивом, замечательном городе Я думаю, что нам нужно обязательно решать вопросы на территориях То есть моя задача сейчас в ближайшее время Как можно больше выезжать на территорию города Пушкина Собирать информацию с населением Потому что каждый микрорайон имеет свои особенности И вопросы у людей в наших микрорайонах Они абсолютно разные Потому что даже центр города отличается от Клязьмы И чаяния их, и желания, они совершенно разные Заветы и леча отличаются от микрорайона Серебрянка Поэтому я на самом деле уже знаю абсолютно все, что хотят наши жители Ну не абсолютно, я думаю, что мы соберем еще дополнительную информацию И выстроим работу именно в соответствии с пожеланиями жителей города Пушкина Обязательно в соответствии с пожеланиями А сегодня я озвучила, все наши проблемы, они известны нам Будем пытаться решать, но это мы будем решать только за счет бюджета города Пушкина Самая главная наша задача, это запланировать мероприятия так Чтобы мы их могли обязательно реализовать И направить денежные средства на те цели Чтобы сделать наш город наиболее благоустроенным И создать для наших граждан такие условия, чтобы им жилось комфортно Теперь в вашей жизни прибавится больше занятости, больше загруженности С избирателями своего округа будете встречаться, не забудете их? Конечно, я с избирателями встречаюсь практически ежедневно Потому что я сама живу в микрорайоне Держинице Я являюсь депутатом микрорайона Держиница и Серебрянки Так что, конечно же, да И остальные жители тоже к вам могут обратиться? Обязательно, будет прием главы города Пушкина Можно будет записаться на прием И, соответственно, будем решать все вопросы Вы знаете, я настолько активный человек Что выброс моей энергии, которая неуемна, ее нужно реализовать Если это будет во благо города, я буду только рада В нашей программе принимала участие Елена Юрьевна Некрасова Напомню, она теперь новая глава города Пушкина Уважаемые слушатели, для тех, кто слушает нашу программу не с самого начала Повторю, 26 октября, в четверг, мы проводим прямой эфир В студию мы пригласили начальника Пушкинского управления социальной защиты населения Ольгу Евгеньевну Железову и директора Пушкинского комплексного центра соцобслуживания населения Татьяну Алексеевну Перемиловскую О чем будем говорить? Для чего создан единый выплатной центр Министерства соцразвития Московской области И как теперь льготники могут получать выплаты, которые им положены в рамках социальной поддержки? Какие услуги предоставляет Пушкинский центр соцобслуживания? В чем заключается реабилитация детей с ограниченными возможностями? И важный тоже вопрос, как организовано обслуживание пожилых людей, в том числе обслуживание на дому В ходе беседы Ольга Железова и Татьяна Перемиловская будут отвечать на вопросы слушателей Вы можете позвонить к нам на радио и задать свой вопрос Наш телефон 539 05 16 539 05 16 Звоните как заранее, так и во время эфира Или присылайте вопросы на электронную почту pushradiosobakamail.ru Повторю, прямой эфир с руководством Пушкинского управления соцзащиты Пройдет 26 октября в четверг Включайте приемники в 18 часов 10 минут Вы боитесь утонуть в море информации? Тогда передача Пушкинского радио это лучший выбор для вас Свежие новости, интервью, репортажи, полезные советы Вы по-прежнему слушаете Пушкинское радио Теперь поговорим о здоровье Надеюсь, каждый из вас знает, что осенью обязательно нужно сделать прививку от гриппа И делать ее нужно один раз в год Какая разновидность гриппа ожидается в России в этом году? Можно ли сделать сразу две прививки от гриппа и заодно и от пневмонии? Чем опасен грипп? Обо всем этом вы услышите в интервью заместителя главного врача Пушкинской районной больницы Натальи Шестовской Ни для кого не является секретом, что грипп это самое распространенное инфекционное заболевание с воздушно-капельным путем передачи И грипп зачастую протекает тяжело Как у детей, так и у взрослых Ежегодно в России переболевает от 10 до 30% от всего населения гриппом Это очень и очень серьезные цифры, которые заставляют задуматься Чем опасен грипп? Сам по себе грипп не опасен Грипп опасен своими осложнениями Какие могут быть осложнения при заболевании гриппом? Это могут быть тяжелейшие вирусные пневмонии Или воспаления легких, как их называют в быту Это могут быть бронхиты Это могут быть осложнения со стороны нервной системы, менингиты Со стороны сердечно-сосудистой системы Это могут быть атиты, синуситы Поэтому грипп, да, это серьезное Это достаточно опасное заболевание Особенно для ослабленных людей У тех, у кого уже есть какие-то хронические заболевания Такие, как сахарный диабет Сердечная недостаточность Хронические бронхопневмонии Это заболевание часто встречается у престарелых, ослабленных людей Ну и нужно помнить о нашем подрастающем поколении Нужно помнить о нашем будущем О наших дорогих детях Которых мы хотим защитить от всех опасностей Оградить от инфекционных заболеваний Мы хотим, чтобы они хорошо развивались Хорошо учились Чтобы наши дети были активными Бодрыми Чтобы принимали участие во всех мероприятиях Общественных А для этого наши дети должны быть в первую очередь Что? Они должны быть в первую очередь Здоровы Потому что больной ребенок Он будет пропускать школу У него будет меньше сил Он будет быстро уставать А любое заболевание Любая болезнь Она, естественно, ослабляет человека И иммунитет снижается Как минимум на несколько месяцев И это служит базой Это служит основой для того Чтобы присоединялись какие-то другие бактериальные инфекции Наталья Леонидовна В этом сезоне, зимой нынешнего года Какой грипп ждут специалисты? Был этот грипп уже раньше у нас Здесь на территории России И что мы знаем о прогнозах на этот счет? Ну, в этом году В этом году прогнозируется циркуляция штамма вируса 2009 года Грипп H1N1 свиного происхождения Это пандемичный штамм вируса И в настоящий момент В настоящий момент эпидпорог не превышен Да, есть спорадические случаи заболеваемости ОРВИ Грипп пока на территории нашего района не зарегистрирован Но нужно помнить, что эпидемия пока что еще не началась Она пока впереди И для того, чтобы защитить население нашего района Для того, чтобы защитить население не только нашего района Но и всей области, всей Российской Федерации Мы проводим в предэпидемический период Специфическую профилактику гриппа Что такое специфическая профилактика? И не специфическая Потому что существует специфическая и не специфическая профилактика Так вот, самая эффективная профилактика Это специфическая То есть вакцина профилактика Сейчас еще не поздно сделать прививку от гриппа? Нет Сейчас еще не поздно Сейчас как раз и нужно прививаться Пока у нас нет эпидемического подъема заболеваемости гриппом Пока он еще не зарегистрирован Это нужно делать обязательно И в первую очередь Это наши будущие, наши детишки Это ослабленные лица с хроническими заболеваниями Это люди престарелого возраста Старше 60 лет Потому что как раз именно у этого контингента Букет обычных заболеваний, всевозможных И сахарный диабет, и сердечно-сосудистая система страдает Поэтому это все, все нужно помнить Ну и конечно же, конечно же Мы прививаем и медицинских работников И работников образования И работников сферы обслуживания, студентов Медицинские работники уже привиты На сегодняшний день в нашем Пушкинском районе Работники образования, педагоги Тоже привиты Для того, чтобы они не заболели Для того, чтобы они не являлись источником Для наших детей Некоторые люди опасаются делать прививку Потому что они слышали, что после прививки Можно в легкой форме заболеть ОРЗ или гриппом И это их останавливает Вот вы как врач, профессиональный эпидемиолог Что можете на этот счет посоветовать? Вызывает ли прививка какие-то побочные явления Или легкую болезнь? Вы знаете, уже сейчас такое поколение вакцин Которое фактически не вызывает никаких осложнений Единственная специфика производства вакцины Которая у нас имеется Это совигрипп Она такова, что в процессе производства Используется куриный белок Поэтому те лица У которых в анамнезе Есть при употреблении Белка Куриного белка Яиц Анафилактический шок в анамнезе Тем лицам, да Вакцинация противопоказана Но у остальных Нет, этого быть не может Ну и естественно, если у вас Острое какое-то заболевание Во время этого заболевания Мы не прививаем Это является медотводом И какие обострения хронических заболеваний Да, это тоже является медотводом Но в стадии ремиссии Мы обязательно-обязательно прививаем И именно вакцинация против гриппа Показана в первую очередь людям С хроническими заболеваниями И нужно помнить обязательно Что грипп Это, так сказать Образует тандем С пневмококковой инфекцией И это является зачастую Смертельным дуэтом И опять-таки Человек заболевает Гриппом Присоединяется пневмококковая инфекция Ведь 90% пневмоний Бактериальной этиологии Это пневмококковая инфекция А у нас есть вакцина Которая защищает наше население От пневмококковой инфекции Вакцинация против пневмококковой инфекции Входит в национальный календарь Профилактических прививок Таким лицам С хроническими заболеваниями Очень и очень показана Вакцинация одномоментная И от гриппа И от пневмококковой инфекции И это дает очень хороший результат Очень высокий эффект Именно вот такая вот вакцинация Пневмококк и грипп А вакцина от пневмококка Есть в Пушкинской поликлинике? Да, да, да Пожалуйста, мы прививаем и взрослых И детей Взрослых в первую очередь Группа риска Эти прививки нужно сделать в один день Наталья Леонидовна Скажите, а если человек уже Переболел в 2009 году Так называемым свиным гриппом Который мы сейчас ждем Ему грозит повторно Заразиться вот этим штаммом вируса? Если человек переболел То даже если он и заразится Это будет протекать в более легкой форме Но вакцинация показана Вакцинация, потому что туда входит Не один штамм И вакцинация защищает Не только Она стимулирует иммунную систему Вакцинации Введение антигена Ведь что такое вакцина? Вакцина это антиген Который мы вводим в организм И на введение антигена Вырабатываются антитела Которые впоследствии нас защищают И таким образом Наша иммунная система стимулируется И поскольку повышается наш иммунитет Мы противостоим и другим инфекциям Ведь эпидемический сезонный подъем заболеваемости Как он называется? Сезонный подъем заболеваемости Гриппом и ОРВИ И те лица, которые привиты У которых иммунная система Получила стимуляцию Они в том числе Меньше болеют И ОРВИ Поэтому это тоже нужно помнить Это тоже нужно учитывать Поэтому вакцинация против гриппа Является не только профилактикой гриппа Но это одномоментно И профилактика ОРВИ Потому что мы свою иммунную систему Таким образом стимулируем Это очень и очень показано А кроме прививок от гриппа Какие еще меры укрепления иммунитета Вы посоветуете в осенне-зимний период? Ну, в осенне-зимний период Во-первых, избегать массовых мероприятий Потому что вы понимаете Где скопление людей Там и происходит распространение таких заболеваний Тем более распространение имеет самый легкий путь Воздушно-капельный путь передачи Это нужно обязательно помнить Должно быть обязательно полноценное питание Белки, жиры, углеводы, микроэлементы Витаминотерапия показана лицам В процессе выздоровления После перенесенного заболевания Если были какие-то тяжелые Или есть в настоящий момент Какие-то тяжелые физические нагрузки Интенсивная умственная деятельность Да, конечно, витамины показаны Но в первую очередь Это должно быть полноценное питание Прогулки на свежем воздухе И необходимо одеваться по сезону Если холодно, значит, вы одеваетесь теплее Если потеплело, значит, вы одеваетесь легче А что касается закаливания? Закаливание – это замечательно Закаливание нужно проводить В течение всего года Это не одномоментная процедура Не тогда, когда О, у нас подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ А давай-ка я буду закаливаться Нет Это не такое вот мероприятие Вы за один раз закаливание организма не произойдет Эта система – это образ жизни Спасибо вам за советы Будем надеяться, что наши слушатели Найдут время и сделают прививку В одной из наших следующих программ Мы продолжим беседовать С врачом-эпидемиологом Натальей Шестовской О прививках Поговорим о том, как вакцины Предотвращают заболевания у детей и взрослых И какие прививки нужно обязательно повторять Людям старше 35 лет Так что слушайте наши следующие программы Свободная тема Уважаемые слушатели В ближайшее воскресенье, 29 октября В ДК Пушкина состоится сольный концерт певицы Екатерины Житарь Побывать на нем смогут все желающие Вход свободный Чему будет посвящен этот вечер И что будут петь Об этом вам расскажет сама Екатерина Житарь Уже стала традицией, что В конце октября Певица Екатерина Житарь Дает сольный концерт в городе Для жителей Этот концерт я Посвящаю всем И дарю в честь своего дня рождения Я не люблю день рождения Праздновать дома Поэтому Обязательно Праздную его на сцене В этом году Со мной на сцене Будет замечательный пианист Гитарист и аранжировщик Михаил Перфилов В сопровождении игры Михаила Я спою старинные русские романсы Гостем моего концерта Будет солист Большого театра Замечательный певец Который обладает редким голосом Басом Игорь Матюхин Жители города Пушкина Кто приходит на программу Литературно-музыкальной гостиной Могли слышать Игоря Матюхина В программе Посвященной Александру Сергеевичу Пушкину 6 июня в этом году И вот В моем концерте Он исполнит также старинные романсы В сопровождении Рояля Я приглашаю всех жителей На этот концерт Концерт бесплатный Приходите Берите бабушек Берите тетушек Берите мужей Приходите всеми семьями Я буду всех очень рада видеть Концерт состоится 29 октября Воскресенье Начало в 17.00 На сцене Дома культуры Города Пушкина Концерт называется Осенняя роса Афиши Можно будет увидеть На стендах При Доме культуры Ну а также В электронном виде Они передаются По социальным сетям И в газете Маяк тоже будет анонс Я всех вас очень жду Ну что ж Это самый настоящий подарок От вас Ну и вам Наверное Зрители Преподнесут Немало букетов Ну и приятных слов Вы знаете В этот концерт Бывает столько Неожиданностей Всегда Мне Вы не поверите Мне приносят Даже Корни Знаю что я Занимаюсь Садоводством Мне приносят Корни растений Дарят Конечно люди знают Что я люблю Сладенькое Там конечно Конфеты несут Дарят картины Книжки свои Приносят мне Выходят на сцену Хотят что-то сказать Берут у меня микрофон Начинают читать Стихи Посвященные мне Вот этой традиции Уже 5 лет Ровно Первый концерт Я сделала 5 лет назад У меня тоже в гостях Были солисты Большого театра Мои друзья Теперь с тех пор Я это делаю каждый год Это нравится и людям Это приятно И мне Но что может быть лучше Чем заниматься Любимым делом В день рождения Интересная традиция Это хорошая традиция Я буду следовать ей Пока я смогу Потому что это интересно И мне Это очень приятно всем Я повторю Концерт Осенняя роса Состоится В воскресенье 29 октября В ДК Пушкина Начало в 17 часов Вход свободный Обязательно приходите Программа Пушкинского радио Подошла к концу Над ней работали Людмила Дроздова И Сергей Богатнова Всего доброго До следующих встреч Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин